Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Значит, эту запятую я даю сразу жирную, потому что она нужна. Значит, используя что-то такое, мы можем что-то такое сделать. Ну, кроме я. Ну, кроме я. Используя что-то, мы получаем все уровни. Ну я приведу еще, у меня тут 5-6 примеров написано. Используя, мы получаем все уровни. Используя, мы получаем все уровни. Следует вот такой-то работе, мы определяем там что-то. Такое как-то. Теперь это не окончание на ING. Но это очень часто аналогичное. Используя. 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 Так, ну понятно, я думаю тут обещание не нужно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот, значит, вот такие вещи очень часто встречаются в математических текстах. Ими удобно пользоваться. Еще один, более частные вещи я хочу выписать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Значит, это выражение мы, скорее всего, не знали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Возможно, нам придется и не воспользуемся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Значит, собирая однородные члены, по-русски говорят, или одинаковые члены, или члены при одинаковых степенях. В общем, в таких ситуациях, значит, используется этот вариант высказывания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 еще раз повторю что как правило эти конструкции встречаются в начале предложения однако бывают такие ситуации когда их целесообразно ставить где-то в серединке когда идет какое-то сложное рассуждение но тогда они обязательно отделяются запятыми это как-то такой длинный кусочек так вот пожалуй все что я хотел сказать про или инговые конструкции а теперь мы перейдем к наречиям так а а а а а Значит, сразу скажу, что наречие, как правило, ставится непосредственно перед глаголом. Здесь, опять-таки, английский язык отличается от русского жесткости, очередности слов. По-русски, как правило, наречие можно поставить и до глагола, и после глагола. В общем, особой разницы не будет при этом. Значит, такие наречия чаще всего встречаются в математических текстах. Ну, значит, математики очень любят говорить, что все тривиально. Так, да? Значит, это неожиданно. Извиняем, это неожиданно. Хотя это неожиданно. Вот это неожиданно. В общем, это неожиданно. Но и ориентиры при этом. Значит, вот в таком контексте, т.е. когда это слово появляется как «наречие», оно на самом деле означает именно тривиально в логическом смысле, что это выполняется автоматически тривиально, это не синоним слова «просто». Значит, когда вы говорите «the proof is trivial», это тоже так же, как по-русски, значит, доказательство «тривиально», значит, оно очень простое. А как, значит, «наречие trivially» означает, что это выполняется как бы пустым образом автоматически. Так, значит, еще синонимы такого рода «детлы», «детлы». Все это означает одно и то же, это очень просто. И вот еще одна серия наречий, в которой сейчас встречается, в тех же периода «он практически» я не люблю то, что я никогда замечу mai, но всегда с ними так не знаю. И немного ничего. Но для тех femme вариантов этот к展к Geoffittлеклек�이 еще не соều понятно. приведу несколько примеров из использования. Вот такие примеры создаются. Мы берем какой-нибудь штамп и перед глаголом, который в этом штампе находится, стыкиваем более-менее подходящее по смыслу наличия. Несколько примеров. Продолжение следует... 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 Вот такой еще возможный пример. Так, коль скоро мы заговорили про порядок слов в английском языке, я хочу упомянуть еще одно замечательное свойство английского математического языка, оно состоит в том, что если существительное поставить непосредственно перед другим существительным, оно совершенно неожиданно превращается в прилагательное, вот, и это часто можно использовать, и это встречается все время, даже фактически в каких-то местах стандартная термиология именно так устроена. Ну, например, давайте. Значит, если мы возьмем... существительное line, то есть, значит, прямая, вот, и поставим ее перед словом segment, который означает отрезок. Значит, это отрезок. Интерсекшн-поинт. Слоган курсакшн – существительное пересечение, но если его поставить перед поингом, то получается точка пересечения. В русском языке здесь обвиняется субтекс слова «пересечение», то есть поддержка играет роль адрес, значит, мы получаем честное прилагательное, которое, значит, если бы оно не стояло, здесь состояло отдельно, было бы честным существительным. Даже так, даже имя собственное, значит, существительное, скажем, «паскаль», если его поставить перед словом «на», то слово «паскаль» становится прилагательным. Значит, это обстоятельство позволяет довольно часто отделаться от нагромождений «of». Значит, в одной из предыдущих лекций я приводил пример, где имеется огромное количество «of», 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 «of» много раз, значит, можно было бы сказать «point of intersection» или «line of Pascal», но, значит, меняя их местами, мы тем самым уничтожаем одно «of». Так, теперь в оставшееся время я хочу заставить вас поработать с артиклями. Делать мы это будем следующим образом. Сначала я скажу несколько общих слов про артикли, а потом я на экран высвечу некоторый текст, где артикли будут отсутствовать, на них будут пустые места, и мы вместе постепенно будем эти артикли вставлять. На экране будет видно плохо, потому что слишком мелкий шрифт я выбрал, но это не беда, потому что я заготовил распечатки этого текста, вот они здесь. Пока я тут стираю доску и начинаю готовить экран, раздайте, пожалуйста, эти листочки. «Смех». «Русские листочки. Смех». Если вы готовили явно больше, чем нужно, с другой стороны вы можете взять лишнее, если кто-то из ваших знакомых в принципе ходит на пульс, а просто сегодня не пришел, можете отдать. Звучит музыка. Значит, для начала я напомню, что я сказал про артикли в прошлый раз. Значит, я говорил про артикли индексового числа. Здесь бывают три – артикла B, артикл A и артикл пустой. Значит, что такое «за»? «за» – посольство. Это значит, что это тот самый, который раньше уже был упомянут и зафиксирован. Или единственный этап, или давайте я напишу однозначно определённый. А означает один из, или некоторые. А пустой артикл – это что-то единственный такой. Значит, можно это немножко пояснить с точки зрения, так сказать, наивной теории множества. «существительное» – оно обозначает некоторый класс объектов. Значит, когда мы говорим «в», это значит, перед каким-то существительным, что речь идёт о некотором элементе этого класса объектов, но вполне уже известным зафиксированным. Или, значит, единственным объектом с этим названием, который, значит, удовлетворяет тем свойством, который в этой фразе имеется. Что касается «a», это значит, что речь идёт об объекте с этим названием. То есть, это элемент множества всех таких объектов. Какой именно – неизвестно, какой-то. Обычно, правда, в этот момент мы его фиксируем. Если потом о нём будем говорить, то он уже зафиксирован, тогда надо будет про него говорить, использовать артикл 2. Что касается пустого артикля, то, значит, это тот случай, когда множество донататов, то есть множество всех объектов с этим названием состоит из единственного элемента. То есть это действительно уникум. Вот есть только один такой. Например, Паскаль. Имеется в виду фамилия математика и философа. Он один. Значит, написать 2 Паскаль – это грубейшая ошибка. Так, теперь перейдём к множественному числу. Значит, не важно, что вы в числе, ну, по отличие от морковского языка, а для артикла множественного числа принципиально отличается от написания этих артиклей. Единственное число тут тоже имеется в бог. Значит, это очень тонкий артикль. И по идее он означает все из канонического списка. Ну, как понимаете, некий канонический список таких объектов, тут мы все их не рассматриваем. Теперь, имеется множественное число в ситуации, когда имеется в виду некоторые. Это артикль тоже не существует физически. То есть, это пустое слово. Это тоже не пробел, а пустое слово. Значит, мы будем его обозначать так. То есть, квадратик, но точечка в серединке. Значит, это значит, что речь идет о некотором множестве таких объектов. Здесь тоже возникает, опять-таки, пустое артикль. Он тут не видно. Вот, после этих объяснений мы сейчас займемся вставкой артиклей в этом тексте. Значит, я вам советую сразу их списывать. Я, естественно, не могу ничего писать в этой странице. Ну, значит, я буду говорить, что нужно писать. Значит, я сначала вот эти две вещи пропущу. Здесь нарисуйте квадратик и здесь квадратик. Потому что здесь нужен пустой артикль. Я к этому вернусь и объясню потом. Мне хочется начать с более простых вещей. Теперь здесь на самом деле есть две возможности. Давайте мы поставим, вы поставите пустой артикль опять. Но можно было бы, by the definition, имея в виду ту definition, которая вот тут дается. Но лучше написать здесь пустой артикль. Почему? По определению. Это не значит вот по этому определению, а вообще по определению вообще. Вот. Хотя варианты зла, в принципе, допустимы. Теперь здесь какой нужен артикль? А, совершенно верно. Здесь какой артикль? А. Правильно. Значит, здесь какой артикль? Значит, это пустой артикль множественного числа. То есть здесь нарисуйте себе квадратик с точечкой в середине. Здесь какой артикль? Эй. Эй. Совершенно верно. Эй. Эй. Теперь здесь что вы хотите поставить? Пустой артикль. Значит, кто-то сказал пустое. Это правильно и лучше. Эй. 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 умножение вот какое-то умножение вы говорите что это называется тем самым умножением но это как-то не очень теперь здесь такой артик почему потому что это не какие-нибудь правила а те которые вот следует так теперь здесь я не сделал пропуска предмитра значит можно было бы здесь написать но тут есть такое неписанное правило что в заголовках старается ставить как можно меньше артиклей по возможности вот теперь здесь какой и это мы уже обсуждали хотя по логике вещей хотелось бы сюда написать 2 но так бывает может быть такое слово существует за юник слушаем и дальше мы пишем эту самую слушать тогда можно здесь написать да а если не уточняется такое именно единственный элемент то тогда нужно и как вы и говорите ну здесь тоже и а тут что но это просто провокация значит здесь конечно никого артикла не нужно потому что значит если было бы еще сказано инверс элемент то тут инверс это не это в каком-то смысле играет роль существительного но какое-то не настоящее существительное и тут вообще артикла не нужно так ой остались я не всюду уничтожил текарские команды не обращайте внимание вот это вот это таковская команда который я не стеркана готовим текст так перешли вот к следующему абзацу теперь теперь здесь чтобы вы поставили значит это зависит от того чего вы хотите значит если вы хотите подчеркнуть что речь идет именно а то той группе же которая там выше определялась тогда естественно написать с другой стороны вы здесь даете общее определение и более естественно здесь говорит что значит какая-нибудь любая группа называется и поэтому здесь лучше поставить артикл теперь здесь какой артикл за безусловно да это не какая-нибудь операция это та самая операция которая тут обозначена звездочкой вот вот следующие пробелы вот тут дело темное тут можно по-разному в зависимости от того что вы хотите значит если вы хотите подчеркнуть что вот именно сумма то с а можно оставить вообще без артикла или даже поставить артикл а это тут ситуация неясная то есть возможно все что угодно следующее здесь какой артикл да конечно да потому что значит у каждого элемента имеется единственный оборот так теперь здесь здесь как вы хотите здесь можно по-разному совершенно верно значит значит если вы говорите зло то тогда вы имеете ввиду канонический список всех элементов абстрактной группы вот это можно так я бы здесь предпочел значит считать это множественным числом от артикла а и я бы здесь поставил квадратик с точки что тут не важно что это канонический список всех элементов этой группы важно что это элементы какие-то элементы этой группы могут быть объектами любой прием теперь здесь однозначно ну правда потому что это не какой-то вообще произвольная группа группа вот а здесь опять-таки абсолютно однозначно квадратик с точки потому что это какие-то объекты так значит тут я поясню вот то что дальше написано they are not necessarily bijections of something дело в том что это в книжке где перед этим рассматривались группы преобразований вот а элементы группы преобразования как известно это биэкции множество на котором она действует так значит они кто они значит элементы группы не обязательно биэкции чего-то и здесь какой артик да конечно потому что это никакая не вся операция а именно операция звездочка здесь тут широкий спект возможностей не очень понятно значит я бы предпочел здесь поставить пустой это не композиция то есть вообще не композиция вообще как такое единственное понятие но можно сказать a composition имея ввиду что это композиция чего-то там такого значит а можно и даже за композиция имея ввиду что речь идет о каких-то биекциях которых тут раньше говорилось поэтому имеется ввиду их композиция так что здесь полная свобода творчества опять-таки на моего ука предпочтительно сказать написать не написать пустой артик теперь здесь да не но потому что это не какое-то обозначение это бы именно вот это обозначение Здесь по-разному опять-таки. Можно for the inverse elements, а можно просто for inverse elements. Потому что если мы пишем the, то подразумеваем какой-то канонический список обратных элементов. А на самом деле имеется ввиду обратные элементы вообще, поэтому лучше здесь поставить квадратик стоящий. Ж-1 никак не может случиться. Ни для чего пробежать. Что? Ж-1 вроде как. Не понял. Громче скажу. Ж-1 вроде как только пробежает. Т.е. мне непонятно так и не может встречать неком хроническом. Сейчас я не очень понимаю. Вы о каком артикле это говорите? Я бы здесь понимаю, как можно так поставить. Что? Я не очень понимаю, как можно поставить D. Д. А, вот здесь. Нет, сейчас мы будем делать. Да, да, да. А мы ниже, да, я натирал? Да, да. Еще здесь. Ага. Вы знаете, пожалуй, я считаю, что вы правы. D тут плохо звучит. Плохо звучит, да. А здесь зато ясно, что должно быть D. A? А здесь? A? Конечно, A. Он не является обратным какой-то объекцией. Значит, здесь ясное дело за, потому что это три аксиомы для групп, которые перечислялись выше. Так что да. То есть это канонический список из строк аксиом, который вот тут наверху был. Вот. Здесь довольно хитро, однозначно. Да. 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 Потому что это тот самый, та самая аксиома. Значит, D относится не к слову inverse и не к слову element. Она относится к accent. И это та самая аксиома. Это вот эта. Вот она где-то здесь была. Вот она. Та самая. Поэтому тут однозначно D. А здесь? Да. Совершенно верно. А здесь? Да. Совершенно верно. Совершенно верно. Значит, ее можно дополнительно ослабить. А здесь что? А. Потому что имеется до черта важных фактов с точки зрения геометрии. А. Вот. Это один из них. Здесь что? Здесь пустой артик. Геометрия – это уникум. Это единственная вещь в своем роде. Есть геометрия и больше ничего. А. Вот. А. Теперь здесь на самом деле есть два варианта. Но наверняка вы будете читать the и будете правы. Потому что, значит, речь идет именно об этих аксиомах. Но в других контекстах могло бы быть квадратик с точечкой. Потому что, ну, группы можно определять разными аксиомами. И если бы мы говорили, значит, и сравнивали, значит, разные аксиомы, теории групп, то можно было бы написать здесь, оставить квадратик с точечкой. Но ясное дело, что здесь идет речь, идет об аксиомах, которые были выше, поэтому… А. А. Так, здесь что? Пустой акси-чкой. А. кранического списка вычислений, которые проводятся с группами. Значит, здесь? Здесь два, конечно, потому что символ групповой операции, вот он, эта звездочка, значит, а, тут у меня опечатка. Значит, здесь должны быть consequences. Исправьте себя в множественной числе. Значит, здесь ясно два, потому что, почему? Потому что это вот перечисляется. Какие следствия тут имеются? Вот. Значит, здесь тоже два, наверное, да? Значит, на самом деле, наверное, лучше было бы здесь сказать «on both sides». Вот. Было бы более красиво. «On the two sides», потому что имеется канонический список их сторон. Левая сторона и правая. Вот. И, значит, здесь два. Значит, здесь в тексте наверняка было оба раза два. Хотя, впрочем, можно было бы и оставить пусто. Дело в том, что «left» — это несуществительное. Так что тут немножко с артиклом делать умное. Но здесь просто лучше сказать «at the left» or «at the right» — the corresponding expression. Так, перешли сюда. Можно попросить кого-нибудь из вас подвинуть бумажку эту самую бумажку, чтобы ее нижняя часть? Не-не-не, бумажку, бумажку. Вот эта штука. Так, бумажку. Вот. Значит, здесь я не компилировал этот текст, поэтому здесь нарисована двойная импликация. «Long left, right arrow» — это тековская команда, это двойная импликация, это двойная стрелка в глуби стороны. Значит, об этом речь в следующей фразе. «Implications in this formula are two-sides» — двухсторонние. Так, поэтому ясное дело, что здесь должно быть. Это не какие-нибудь импликации, это вот те импликации, которые у этих формул и двери. Поэтому да. Вот. Значит, это провокация. То есть никакого артикла нельзя. Вообще запишите себе двинец отдельно, чтобы перед «boss» артикл не ставится. «Boss» выполняет роль артикла. Это, так сказать, артикл — это единственное число. «boss» — это артикл числа 2. Понимаете? Вот. Значит, здесь «the equation», потому что речь идёт о вполне понятном уже ранее выписанном уравнении, которое вот здесь. Теперь, а сюда что бы вы поставили? Да, да. Вот. Хотя, честно говоря, это абсолютно правильно и только так можно. А, тот же, тот самый, тот же самый. Тот же самый элемент, поэтому да, действительно, да. Вот такое из общих правил вытикает. И тут the same side. Ну, понятно. Так. Дальше. Ага, тут трудно будет понимать, что происходит. Значит, во-первых, слово «phrase» по-английски вовсе не означает фраза, предложение. «Phrase» — это кусок текста. Как бы ценный кусок текста, не обязательно полное предложение. Теперь здесь говорится, значит, кусок текста, выделенный эккрусивный. Это вот, кстати, эккрусив. Я боюсь, что я тут где-то курсивы оставлял, а где-то их убил. Значит, я не очень понимаю, о чём тут идёт речь. А, вот, речь идёт об этом. From the same side. Вот этот кусок текста, набранный эккрусивом, он очень важен. Потому что для неагеревых групп сокращение одинаковых членов с разных сторон уравнения может привести к ложному утверждению. Так, теперь давайте проставим артикль. Значит, здесь ясное дело «за», потому что это тот самый текст, именно вот этот текст. Теперь здесь какой артикль? Пустой множественного числа. Вот. Кстати, есть такой приём, значит, проверки. Когда у вас множественное число, уберите множественное число, замените на единственное. И подумайте, какой артикль нужно поставить на единственном числе. Значит, for a nanobillion group. Вот. Поэтому в множественном числе будет пустой артикль множественного числа, который мы обозначаем квадратиком с точки. Вот. Теперь здесь, здесь, значит… Как вы хотите? Значит, кто-то захотел «за», давайте посмотрим. Значит, если мы говорим «за» equal terms, это значит, что у нас имеется какой-то канонический список equal terms. Можно это понимать так, что мы зафиксировали раньше уравнение, вот, и поэтому… И также зафиксировали в нём одинаковые члены, и поэтому, значит, мы захотели стоять два. Но это не очень похоже на нормальное восприятие этого текста. Что здесь, скорее, равные члены вообще, с разных сторон… Значит, тут лучше всего сказать «an equation», но с другой стороны можно сказать «the equation». Тогда, значит, больше увеличивается желание здесь поставить «do». «do». Вот. Потому что вы как бы зафиксировали уравнение, наверное, зафиксировали эти самые равные члены, поэтому их там два, и ровно два, о них идёт речь, и поэтому здесь два. Но лучше здесь написать «an equation», тогда это общее правило для всех уравнений, не только для того уравнения, о котором раньше говорилось, а вообще для всех уравнений. Тогда здесь, безусловно, пустой множественный артикл. А здесь что? «e», конечно. Так, значит, следующее… А здесь что? Да, конечно, что ещё? но это вот эти самые аксиомы. Теперь здесь нужно is the rule for some linear equations, потому что это rule тут же приводится. Но можно было бы и так. Значит, is a rule for solving linear equations, запятая, а здесь вместо ie написать, то есть, по латыни idem est. А значит, если вместо ie мы написали namely, тогда вполне законно было бы поставить здесь a. Значит, другое простое, но важное следствие аксиом является некоторое правило для решения линейных уравнений, а именно. Но здесь, конечно, это некоторое правило для решения линейных уравнений, оно как-то совсем не некоторое. Это понятно, что нужно делать, чтобы решить уравнение. Нужно умножить на обратный элемент. Так что здесь, конечно, лучше. чтобы было... Чтобы было у нас... Не пойму, он настолько слаб, что он не связан. Да. Ну, вовремя я кончу. Значит, мы не будем сейчас разбирать вторую страничку. Там еще одна страничка. Это будет вам домашнее задание, но не к следующему разу. А через один раз. Будет такое домашнее задание. А сейчас, для заключения этой лекции, я сформулирую домашнее задание к следующему разу. Дальше. 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 Значит, я конспект своей собственной третьей лекции отправил Галинию Борисовне. Ты говоришь, вы говорите, вы положили, да? Значит, он уже лежит в сети. И, допустим, задание такое. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Значит, постарайтесь вот эти осмысленные математические предложения выбросить так, как-нибудь красиво, чтобы они были симпатичные, чтобы это были такие... Это самое утверждение... Я не знаю, может быть, запоминающиеся... Относятся к какой-то частности математики, которые вы любите и понимаете. И желательно разнообразить тематику, скажем, не все примеры приводить элементарному анализу, а коснуться еще чего-нибудь другого. Мы обратили внимание, что абстрактная алгебра... Тут очень часто фигурируют примеры, и это не случайно, потому что с языковой точки зрения абстрактная алгебра самая простая и естественная математическая часть математики... Там проще всего все объясняется, никаких нет тут смысленности, конструкции всегда одни и те же, и так далее. Вот, скажем, с конфиденциальной геометрией или некоторых трудных вопросов комплексного анализа там гораздо сложнее все в языковом смысле. Но он, так сказать, не пренеблагается не алгебраическими частями смысла. Значит, на сегодня все? В следующий раз, значит, мы уже начнем двигаться по математике. То есть мы будем заниматься построением переводов текстов по разным частям математики. В следующий раз речь пойдет об основании математики. Я не имею в виду математическую логику. Я имею в виду... ...самые основы математики, которые используются в семье, ну, например, наимную теорию множества. Мы не будем заниматься аксиматикой цернового фронта, расскажем. Но что из наивнее все ли множество используется? ...Перезим стук. Я не знаю, что я снимаю сейчас. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...